В Казанском федеральном университете состоялся фестиваль студенческих объединений «Студенческая наука-перезагрузка». На мероприятии, приуроченном ко Дню Российской науки, презентовали научные кружки, функционирующие в институтах Казанского федерального университета. В фестивале принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые студенты! Мы начинаем фестиваль студенческих объединений «Студенческая наука-перезагрузка», который приурочен ко Дню науки. И на нашем фестивале присутствует директор Казанского федерального университета Ильшат Равкатович Гафуров. Сегодня самыми главными целями данных кружков стали развитие научного потенциала, «Популяризация науки и вовлечение студентов в исследовательскую деятельность». Институт филологии и межкультурной коммуникации продемонстрировал семь интерактивных площадок. Кружок «Студенческое научное общество» Института филологии и межкультурной коммуникации рассказал о студенческой научной деятельности Института и приоритетных направлениях в области науки. В рамках студенческого научного кружка «Клиническая лингвистика» студенты занимались за компьютерами, переводами и разработкой экспериментов для айтрекинга, системы регистрации движений глаз. Стоит отметить, «Клиническая лингвистика» — это направление исследований, которое формировалось на перекрестке двух научных путей — языкознания и медицины. В первую очередь, деятельность клинического лингвиста необходима там, где имеют место речевые расстройства. Руководителем данного кружка является Елена Горобец, заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Научный кружок «Лингвистический ландшафт мультилингвальных городов» наглядно показал, каким образом происходит отслеживание языковой политики региона, отраженной в городском лингвистическом пространстве. Также студенты научного кружка провели мастер-класс по картографированию лингвистического пространства мультилингвального города. В рамках интерактивной площадки «Сложность текста» студенты рассказали о процессе создания корпуса текстов для работы, познакомили присутствующих с функционалом и особенностями работы с такими программами, как «Текст-инспектор» и «Кохметрикс», а также поделились своими планами на будущее исследование. В рамках фестиваля институт также продемонстрировал работу научного кружка «Актуальные проблемы современного татарского языка», в ходе которого студенты показали Ильшату Гафурову, как по записям анализируются фонетические, морфологические и лексические особенности разговорной речи татарской молодежи. В рамках интерактивной площадки «Графический дизайн» и «Издательское дело» была организована выставка изданных книг, рукотворных авторских макетов и книг-арт-объектов. Кружок наглядно показал, как происходит процесс создания иллюстраций в графических редакторах с помощью графического планшета. В ходе интерактива студенты предложили Ильшату Гафурову нарисовать на экране рисунок, который в режиме реального времени был оформлен и перенесен в формат дизайна книги. Институт фундаментальной медицины и биологии в рамках фестиваля студенческой наукоперезагрузка представил пять рабочих точек. Студенты научного кружка оперативной хирургии продемонстрировали технику наложения кожаного шва, зашивания раны сердца, сухожильный шов и эндовидеохирургию. Данное объединение функционирует в институте с 2017 года. В него входят не только граждане России, но и студенты ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и те, кто обучается на английском языке. Студенты рабочей точки, неотложная медицинская помощь, трансплантология и экспериментальная хирургия представили технику выполнения сердечно-легочной реанимации с применением автоматического наружного дефибриллятора, а также провели интубацию трахея на взрослом манекене и реанимацию новорожденного ребенка. Наш кружок помогает рассказывать о этой, ну скажем так, хорошей такой благородной идее, что такое донорство органов, как это реализуется. Проект нашего кружка был поддержан Федеральным агентством по делам молодежи, то есть мы два месяца назад представляли его руководителю Росмолодежи, да, Бугаеву, и президент Республики Тарстану Руслану Макалевичу Мениханову, ну и получили грант в размере полмиллиона рублей, то есть сейчас мы тоже активно, наши кружковцы принимают участие, проводят анкетирование и делают информационные материалы на данную тему. Кружок физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии продемонстрировал работу на полиграфе, которую детектировал студентов. На рабочей точке фармации во время проведения фестиваля студенческой наукоперезагрузка демонстрировался микроскопический анализ объектов лекарственных средств и внутритерапевтическое изготовление препаратов. Кружок кафедры морфологии и общей патологии на своей интерактивной точке представил изготовление и анализ кистологического препарата в режиме реального времени. Институт психологии и образования представил четыре интерактивные площадки. Кружок использования логаритмики в научно-исследовательской деятельности студентов-логопедов. Логаритмическая ритмика – это система определенных двигательных упражнений, связанных с одновременной речевой активностью. Студенты проводят исследования артикуляционного аппарата, дыхания, мелкой общей моторики для определения речевых нарушений у ребенка и состояния их моторной сферы. В дальнейшем производится анализ и разрабатываются различные программы, технологии, проекты для комплексного развития необходимых функций у детей с различными нарушениями речи. Интерактивная площадка использования метафорических карт в научно-исследовательской деятельности. С помощью метафорических ассоциативных карт студенты могут диагностировать эмоциональное состояние человека, тревожность, агрессию, стресс. Данный инструмент извлекает из подсознания человека его мысли, чувства и мотивы поступков. И уже на основе этих данных студенты-психологи могут проводить конкретную работу с человеком. Студенческий научный кружок использования нейропсихологических проб и проективных методик в научно-исследовательской деятельности студентов клиников. Участники кружка работали с детьми и проводили на них исследования с помощью пробы рука, ладонь, лицо. Данная нейропсихологическая проба используется для изучения функциональной готовности ребенка к школьному обучению. Интерактивная точка использования Лего в научно-исследовательской деятельности студентов-педагогов. В исследовании принимали участие школьники десятых классов, которые на протяжении длительного времени собирали различные сооружения из конструктора Лего «Сириос Плей». По словам руководителей проекта, работа с элементами Лего способствует формированию лидерских качеств и умение работать в команде. Институт экологии и природопользования представили три рабочие точки «Фенология» родного края, «Метеоклаб» и экологический отряд «Экопауэр». На рабочей точке «Метеоклаб» студенты Института экологии и природопользования предложили ректору университета в режиме реального времени с использованием данных «Метеолокатора» дать точный прогноз погоды на несколько часов. Кроме того, с использованием данных с метеорологического профилемера было предложено определить точную температуру на высоте в один километр над главным корпусом университета. В рамках точки «Фенология» родного края студенты познакомили Ильша Тагафурова с оборудованием, которое используется участниками кружка в полевых условиях для фиксации животных, обитающих в лесу и продемонстрировали ректору и всем присутствующим в видеозданных фотоловушек. Студенты научного кружка отряд «Экопауэр» познакомили ректора Казанского федерального университета с мероприятиями, в которых принимает участие отряд, а также рассказали про просветительскую деятельность и наглядно показали, как следует сортировать отходы. Институт геологии и нефтегазовых технологий представил четыре интерактивные площадки. Студенческое научное объединение СПЕ «Студент Чаптер КФУ». СПЕ – это всемирная организация Общества инженеров-нефтяников, целью которой является сбор и распространение технической информации, что дает возможность повышения уровня знаний профессионалам и будущим специалистам. Миссией Чаптера КФУ является продвижение и популяризация науки среди студентов, установление тесных контактов с работодателями как российских, так и зарубежных компаний на площадках конференции, саммитов, воркшопов и различных презентаций. Студенческое научное объединение СЕГ «Студент Чаптер КФУ» Общество инженеров-геофизиков, где студенты занимаются отбором образцов тонных проб озер, собирают различные материалы, изучают срезы деревьев и кольцевые структуры. В рамках последнего активного проекта студенты собирали и сепарировали с помощью магнитного сепаратора пыль с крыши здания Института физики. Микрометеориты, найденные в ходе данного исследования, также были представлены под бинокуляром в рамках фестиваля студенческая наука-перезагрузка. На выставке «Определи минерал» любой посетитель фестиваля мог попытаться из числа наиболее узнаваемых минералов горных пород определить, что за образец находится перед ними. Студенческий научный кружок «Микромир горных пород» показал, как с помощью оптического микроскопа изучаются тонкие срезы горных пород, микроструктура, поры и минеральные составы. Ректору Казанского Федерального университета Ильича Тугафурова также было предложено заглянуть в оптический микроскоп, чтобы увидеть срез известняка и узнать подробнее о его строении и истории образования. Институт вычислительной математики и информационных технологий совместно с Центром цифровых трансформаций Казанского Федерального университета представил сразу три рабочие точки. Научный кружок «Студенческое конструкторское бюро» показал ряд аппарадно-программных комплексов, реализованных на базе технологий машинного обучения, технологий для распознавания речи, а также ряд решений, направленных на автоматизацию процесса обучения языка. Рабочая точка Олимпиадный Центр Института вычислительной математики и информационных технологий представил пример олимпиадной задачки, с которым сталкиваются студенты во время Олимпиад по информатике и другим точным наукам. В рамках фестиваля любой желающий мог попробовать научный кружок «Центр игр» с полной информацией имени Карпова подготовил для фестиваля интерактивную площадку, на которой в режиме онлайн проводятся соревнования по высокоинтеллектуальным играм. Сейчас, например, в финал Чемпионата мира фактически вышло сразу две наших команды. Также показано пример решения олимпиадных задач. Плюс третья наша экспозиция, так называемый учебно-научный центр имени Карпова. Это площадка, которая обеспечивает онлайн-соревнования распределенные, которые сначала мы распространим на университет, потом всю республику, потом сделаем уже региональными, которые позволяют участвовать в онлайн-соревнованиях по шахматам, шашкам, их модификациям, шашки-стоклетки, шахмата-шведка и других так называемых игр с полной информацией, то есть там, где количество решений может быть определенным комбинаторным способом. Юридический факультет Казанского федерального университета подготовил четыре рабочие площадки. Студенческий научный кружок по конституционному, гражданскому, процессуальному праву, криминологии, а также лаборатория по изучению проблем теории государства и права. Студенты научного кружка по гражданскому праву обсудили старт года родных языков и народного единства в Республике Татарстан, а также подискутировали на тему закона о государственных языках. Студенческий научный кружок по уголовному процессу, криминалистике и юридической психологии. Староста кружка презентовала виртуальную программу по расследованию преступлений. Обучающиеся, войдя в программу и надев шлем виртуальной реальности, попадают на место происшествия. Проект был разработан совместно с Институтом информационных технологий и интеллектуальных систем. Данная программа позволяет найти механизмы расследования преступления, а также выдвинуть какие-то новые криминалистические версии. Институт международных отношений представил 6 рабочих точек. Студенты научного кружка археоклубок рассказали о проведении археологических раскопок, исследованиях на основании найденного материала, а также организации лекций по археологии с профессорами со всей России. Кружки восточных языков и культур объединили сразу три востоковических кружка китаистика, арабистика и краевидение. Студенты в национальных костюмах обучали всех желающих корейской, китайской и арабской каллиграфии на рисовой бумаге, а также рассказали ректору университета о научной деятельности кружка. Научный кружок комплексной лексикографии представил результаты своей работы по составлению специализированного словаря татарских и английских идиом. Данное исследование является уникальным. На сегодняшний день в мире не существует подобного лексикографического словаря. Студенческий научный кружок «Глобус» смоделировал работу Нюрнбергского процесса, на котором произошло осуждение нацистских преступников после окончания Второй мировой войны. Студенты представили, как проходило заседание, какие аргументы были у обеих сторон, как принимались решения, а самое главное, какое историческое и правовое значение имел данный процесс для всего мира. Научный кружок «Клуб экономической дипломатии» организовал открытые дебаты на тему необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в рамках которых все желающие могли высказать свое мнение по данному вопросу. В ходе интерактивного голосования большинство присутствующих на мероприятии высказалось в поддержку вакцинации от COVID-19. Химический институт имени Бутлерова представил пять рабочих точек. Студенческий научный кружок, наглядные нанотехнологии. Благодаря возможностям цифровых технологий участники кружка попадают в мир наноуровня, наблюдают за движениями и превращениями наночастиц. Возможность такого наблюдения дает наличие у кружка единственного в нашей республике прибора NanoSight 10HM. Эксперименты были показаны в формате онлайн. Студенты, находясь у прибора в химическом институте, связывались через Microsoft Teams с руководителем кружка, который комментировал эксперимент, будучи на выставке в Униксе. Научный кружок новой каталитической системы продемонстрировал различные виды катализаторов, разрабатываемые при участии членов кружка. Студенты кружка новые материалы в аддитивных технологиях показали разработанные ими полимерные филаменты, которые были использованы для печати на 3D-принтере. Среди них светящийся полимерный материал для применения в LED-технологиях. Кроме того, в реальном времени была показана печать образцов, изделий и других филаментов. Кружок хемоинформатики. Хемоинформатика это относительно новая наука, появившаяся только в 2001 году. Она занимается применением компьютерных технологий и искусственного интеллекта в химии. В кружке хемоинформатика обсуждаются области применения этой новой науки. Студенческий научный кружок «Химическая олимпиадная подготовка». В этом кружке проходит подготовка школьников к региональному и заключительным этапам Всероссийской олимпиады школьников по химии на теоретическом и экспериментальном уровнях. Институт физики представил две рабочие точки. Участники студенческого конструкторского бюро «Радиофизика» представили свои разработки в области геофизики и продемонстрировали удаленные лабораторные работы по радиоэлектронике. По словам руководителя конструкторского бюро, любой человек через браузер в определенные часы и по специальному коду может зайти на сайт лабораторной работы и делать ее дистанционной, менять сопротивление, изучать работы генератора и мультивибратора. При этом данное устройство не является симулятором. Это реальный прибор, у которого удаленно можно крутить ручки и менять физические характеристики. Студенческий научный кружок фотоника. На сегодняшний день основной задачей данного кружка является популяризация оптики среди студентов, для которых она не является профильным предметом или читается в усеченном виде. В рамках кружка студенты изучают все, что связано с законами оптики оптическими явлениями, экспериментами, а также имеют уникальную возможность поработать на редких оптических приборах, которые есть в Институте физики. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций представил пять рабочих точек. Студенческая лаборатория избирательных процессов и технологии Кандарсе, названная в честь французского философа, математика и политического деятеля Николя де Кандарсе. В данном кружке студенты-политологи занимаются изучением политической деятельности, проводя дебаты, тренинги, деловые игры и устраивают встречи с публичными политиками. Студенты научного кружка студенческой службы конфликтологической помощи один плюс один занимаются медиацией, разрешением конфликтов, а также проводят различные мастер-классы, направленные на практическое урегулирование конфликтов. Научный кружок студенческой организации Комьюнити. Комьюнити – это российская ассоциация студентов по связям с общественностью, участники которой занимаются созданием брендов и их продвижением. Философский студенческий научный клуб Эйдес. Кружок организовывает просветительские лекции, дополнительные семинары для студентов по темам, которые они изучают, проводят мастер-классы, подкасты и стримы на актуальные философские темы и изучают философию в игровой форме. Студенческий кружок телевидения и общества. Ректору университета Ильшату Гафурова было предложено попробовать себя в роли журналиста и взять интервью у студента высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Интервью было проведено и записано командой студенческого телеканала Универ-ТВ. Сегодня мы делаем перезагрузку нашего кружкового движения. Я думаю, у вас будет достаточно много площадок для того, чтобы вы реализовали собственные амбиции и собственные энергии. После посещения презентационных площадок институтов Ильшата Гафурова в сопровождении председателя Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений Юлии Виноградовой пригласили на торжественное открытие новых аудиторий, предназначенных для деятельности студенческих объединений. Ректор Казанского федерального университета посетил площадку для координации развития студенческих научных объединений и реализации творческих инициатив, где студенты из числа победителей и лауреатов конкурса студент года КФУ и студент года Республики Татарстан поблагодарили Ильшата Гафурова за создание условий для занятия научной деятельностью и поделились своими планами и идеями на будущее. Центр по организации временной занятости обучающихся Казанского федерального университета, руководителем которого является Эльвира Закирова, рассказал Ильшату Гафурову о работе Центра и о значимых реализованных проектах. Ильшата посетил площадку креативных идей, где располагаются представители штаба студенческих отрядов Казанского федерального университета и студенческих общественных объединений патриотической направленности. Во время посещения площадки сотрудник Департамента по молодежной политике Фарид Гелязов провел тренировку по разборке и сборке автомата с членами студенческого отряда безопасности в Эмпел. Ильшату Гафурову рассказали о деятельности данного отряда и предложили дать старт на разборку и сборку АК-74. списаться на цельнике меловым маркером под логотипом штаба студенческих отрядов и сделать общее фото на память. В рамках фестиваля студенческая наука «Перезагрузка» состоялся торжественный концерт, в ходе которого Ильшат Гафуров обратился к студентам, преподавателям и сотрудникам университета. Ректор отметил, что современный вуз невозможно представить в отрыве от реального сектора производства. В свою очередь, эта связь обеспечивается во многом за счет развития научного потенциала университета. Сегодня не зря говорили о перезагрузке, поскольку, отдавая дань уважения нашей истории, нашим выдающимся школам, все-таки мы должны все больше и больше задумываться о дне сегодняшнем и о том, что нас ожидает завтра. Вот этот завтрашний день, он может быть сформирован только благодаря новому золотому фонду наших ученых, который, я надеюсь, так же, как и старые добрые времена, выкристаллизуется из сегодняшних лабораторий и из тех кружков, которые в достаточно большом количестве были представлены на площадке Уникса. По завершении выступления Ильшат Гафуров совместно со студентом Института фундаментальной медицины и биологии Хажи Акбаром Валежоновым нажал на символическую кнопку и дали старт перезагрузке студенческой науки в Казанском федеральном университете. Продолжение следует...